Ну что, друзья, сегодня мы поговорим с вами про голую вечеринку Ивлеевой и что я об этом лично думаю. Как зритель, как блогер, который прекрасно, конечно же, догадывается, как делаются такие проекты. Знаете, запросы на обсуждение этой новости просто порвали мой бот, поэтому завершающий выпуск «Зашкваров недели» в 2023 году можно назвать «Зашкваром года». И выпуск этот будет неформальный, а скорее очень откровенный, разговорный. Давно не было таких роликов на канале, хочу позволить себе высказаться прямо, как думаю, и пусть в меня полезят помидоры. Так вот, я не стану подробно пересказывать вам, как на вечеринке Ивлеева крутила попой с камнем на 23 миллиона, как Киркоров, жертва, конечно же, обстоятельств, типа как случайно зашел не в ту дверь на 5 минут в своих тщательно подобранных Гуч, Прадо, Фэнди. Бедный, да? Как Самойлова, Собчак, Билан и другие выстроились вдоль стеночки и дефилировали, кто сильнее выпендрится. Как Лолита имитировала собачку, пока Джигану очень-очень не нравилось происходящее. И тем более, конечно же, не покажу вам носок на причинном месте. Это все уже разглядели спереди и сзади, вдоль и поперек. Ахнули, охнули. Поэтому давайте сразу к ощущениям и мыслям на разных этапах. Первый этап. Вижу новость в телеграм-канале. Без изучения темы и такая смотрю и думаю, о, добрый вечер. Опять хайп, меня уже не удивить. Идем дальше. А дальше новости плодятся и лезут просто со всех щелей, как саранча. Меня засыпают жопными бриллиантами, порнографическими носочками, подробностями. Кто там что лизнул и станцевал. Я приглядываюсь и думаю, блин, ну вот лично для меня, ребят, это мое личное мнение, для меня это фу. Да, может быть я старая, может быть я не модная, но ощущение, что у кого-то просто снесло башню от бабок и славы. Или подождите, может быть это просто слип, который не должен был попасть в сеть. Переходим к третьему этапу. Здесь аудитория вся в претензиях. Звезды начинают дерзить. Ну, мол, а что такого? Это искусство в драных лосинах. Мы красивые, голые, отдыхаем. Не нравится, не смотрите. Но мы показали всей России, 10 раз показали. Я такая же думала, окей, нифига себе отдых. А дальше дерзость меняется извинениями, сроками, исками, проверками, слезами, соплями. Я смотрю на все и говорю, стоп, подождите, а что это за такой парад лицемерия? Отключаю зрителя, вот эту мать-моралистку и включаю просто блогера. И думаю, так, подождите, я взрослая тетя. И я прекрасно догадываюсь. Да, я думаю, все вы догадываетесь, да, что в Москве, и не только в Москве, есть некие закрытые вечеринки, где происходит и похлеще того, что мы увидели у Ивлеевой. Не поспоришь с этим, верно? Также мы знаем, что содержание этих вечеринок не транслирует на аудиторию 10 и более миллионов человек. Отсюда такие мероприятия носят закрытый характер. Там, конечно же, охрана, там и отбирают телефоны, и камеры. И вот, например, сходила туда какая-то звезда. Ну и бог с ней. Мы не узнали, в телеграм-истори все семьи не посмотрели, как ее там за волосы таскают. Личная жизнь на то и личная, правильно? Ну все, окей, до свидания. А вот теперь к моему мнению. Так вот, я считаю, что это мероприятие изначально имело цель хейпануть. Все это вывалить именно нам с вами на обозрение. Почему? Ну смотрите. Первое. Начинаем с утверждения. Закрытая вечеринка. Вот Рилл Саш Спилберг. Она торжественно идет. Ее торжественно встречают и торжественно облепляют СМИ. Ой, подождите. А это что значит, что как минимум СМИ увидят, какая голожопая звезда туда пошла? Удивительно. Дальше все эти персонажи сами радостно выкладывали материалы с вечеринки в свои миллионные аккаунты. Репостили, отмечали, бесновались, весело всем, задорно. Джекан сидел в телефоне. Да никто телефон отбирать ей не планировал. Более того, вспомните день рождения Насти Ивлеевой на 16 миллионов. Все там радостно похайпились и успех этот запомнили. Захотели хейпануть еще раз и поднять ставки. И если сейчас, даже после всего, что произошло, обратиться в блогерскую тусовку, то можно услышать. Блин, да я бы тоже пошла на вечеринку Ивлеевой, если бы позвали. Это такой пиар. Да я бы там еще круче всех оделась. И те, кто сейчас говорит, что ой, я случайно пришел, по старой дружбе одолжение сделал. Ребят, ну не несите фигню, пожалуйста. Вы хотели это постить. Более того, цель и была такая. Вы просто не ожидали, что все это примет вот такие масштабы. Дальше идем. Ровно в этот же день, когда была вечеринка Ивлеевой, я тоже была на вечеринке, но на другой, на блогерском корпоративе нашего агентства. И в приглашении, которое я получила, были референсы. Новогодний утренник, как в детстве. И прилагались фотографии примерного дресс-кода. Да и в целом, ребята, во всех таких крупных мероприятиях, в приглашениях, афишах, анонсах, всегда прописывают дресс-код и тему. И вот слушаем Настю и ее слова о скромных референсах и неправильных представлениях гостей о нарядах. Дресс-код был почти голый. Отмечу, что это его название, соответствующее теме события. А напоминаю, что это презентация снимков для не вышедшего в 22-м году журнала Playboy и формату закрытого мероприятия. Всем приглашенным были отправлены фотореференсы. Весьма спокойные. Хорошо, я решила посмотреть в сети, а были ли референсы на вечеринку Насте. И представляете, себе нашла. Вот Настя в колготках. Вокруг нее голые человечки-колбасицы. А следом телеграм-каналы сливают картинки к нарядам. Сеточки, сиси в ленточке, топлис. Ну как это интерпретировать? Правильно гости оделись по скромным референсам или нет? Как считаете? Дальше были все эти эпатажные высказывания, которые дразнили публику. У меня на жопе 23 миллиона. Точно так же Настя хайповала и на дне рождения. Говорила, что она потратила 16 миллионов. Может позволить себе вот такую тусу и покажет, как надо оторваться. Это ли не лучший заголовок для СМИ? Ну согласитесь. Ну а дальше лично меня очень сильно смутила история, что все это голожопе, простите, я это так назвала, приурочена к некому очень доброму, светлому и социальному проекту о принятии своего тела. На первой обложке я сняла 100 женщин, не боящихся показать красоту своих тел. Женщины были абсолютно разными, разных внешних данных, возрастов, разумеется, строго 18+, заканчивая профессиями. Все они пришли для того, чтобы мы сделали уникальный арт-проект и показали, что любое женское тело красивое. Вот, например, я открыла проект бренда DAV о принятии своего тела. Вижу женщин с разной красотой, переживших сложные ситуации в жизни, возможно, выдающихся. А теперь смотрим на вечеринку Насти. И вот скажите мне, пожалуйста, это о принятии тела? Как вы думаете? А может это просто танцы на шестах в труханах, а к ним подсосали тему? Ну потому что у каждой вечеринки должна быть тема. Ну просто лично я не понимаю, кого и как этот проект призывает принять свое тело. Лолиту Милявскую? Ольгу Орлову? Молодых людей, подростков, взрослых женщин? Или того, кто такой, знаете, подумал однажды вечерком? Блин, всегда хотела в колготках без трусов по улице пройтись. Я себя приняла, пусть меня принимают на Тверской. Ну простите, пожалуйста, меня, если я не права, но для меня это какой-то очень-очень странный проект. Дальше пошли все эти оправдания, прям такие зачитанные с бумажки или суфлера. Как стихи в уши залили, да? Просто сейчас вот послушайте тон высказываний сразу после вечеринки, а потом чуть позже, когда схватили за жопу. Пишут комментарии, что это разврат, мне же некуда, что они творят. Это какая-то бесовщина, сатанина. И все-таки, как так муажная эстрада опустилась. Боже. Организованный хейт на ровном месте. Ну, как-то меня посмешило. Сто процентов это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло, и что это невозможно было контролировать. Знаете, усталость, которая накопилась у всех и за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создавать. А думать, отрываться не хотелось. Хотелось. Вот так заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Почему все читают этот текст? Да я думаю, что вы и без меня догадались сейчас. Мы все прекрасно видим, да, как крупные бренды убрали Ивлееву из амбассадоров, как отменяют концерты Анни Асте, Лолите, как активизировалась налоговая проверка, как на миллиард готовят иск. Когда утекает денежка, текут слезы, пилятся оправдашки. И давайте на чистоту. Настя Ивлеева очень часто эпатировала. Вспомните новости и про алкоголь за рулем, и про нарушение ПДД, и миллионные вечеринки, какой-то трэш на шоу, которое она делала. Но ей все всегда сходило с рук. Но, как говорится, всему есть предел, и это сейчас, видимо, он. Я посмотрела последний ролик Насте, и ее долгую речь. И знаете, что хочу сказать? Что она права в том, что говорит? Она действительно оторвалась от зрителя. Оторвалась вообще, наверное, от какой-то реальной жизни. Посчитала, что ну вот все можно. Я прекрасно понимаю, что у звезд уровня там Ивлеевской тусовки есть мирок, где Майбах в метро не заедет. Но можно хотя бы не ради зрителя, а ради логики и собственного чувства самосохранения немножко заземлиться. В погоне за какими-то благами, за регалиями, за звездочками, за достижениями, с должностями действительно может стираться, и стерлась какая-то грань душевной составляющей какого-то единения, которое у меня было всегда с аудиторией. Но зрителю не обманешь, и в этом действительно было очень мало души. Это правда. И оборачиваясь назад, я могу сказать, что тот контент, который я реализовывала, и сейчас говорить про шоу, программы, про какие-то другие материалы, опубликованные в различных соцсетях, они по факту не отражают Настю Ивлееву настоящую. А кто Настя Ивлеева настоящая, я, честно говоря, сейчас и сама не знаю. Конечно, кто-то сейчас может написать, ой, да кто такая Ивлеева? Просто не смотрите на нее. Но это не отменяет того, друзья, что Настя чуть ли не самый популярный блогер в стране. И благодаря современным социальным сетям мы не просто такие, знаете, чик, выключили телек и ушли. А мы живем блогерской жизнью 24 на 7. А еще я вспомнила своего сына Марка, которому 7 лет. Да, такое, знаете, внезапное отступление сейчас. А где мой сын, и где вечеринка Ивлеевой, да? Но дослушайте до конца. Так вот, Марк обожает Влада Бумагу. Вот до какого-то фанатизма иногда. Сидит, значит, и конючит мне. Мама, 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 буду есть только пиццу от Влада Бумаги, пить газировку от Влада Бумаги. Ну, закажи, пожалуйста, ну, закажи. Я ему объясняю, что, Марк, ну ты же понимаешь, что Влад Бумага просто кладет самую обычную пиццу и колу в брендированные коробки и продает подороже. А Марк мне отвечает, я готов купить коробку. И я подозреваю, что чипсы Насти Ивлеевой разлетаются по такому же принципу среди молодой внушаемой аудитории. Ну, не моя возрастная группа их покупает, это точно. И не я возьму с нее пример. Извините, если покажусь вам мамкой-моралисткой. Но я реально так считаю. И финально подвожу к тому, что, по моему мнению, да, вся эта история с Настей Ивлеевой была жесткой. Ну, потому что публично и с понятным намерением просто хайпануть. Уверена. Конечно же, уверена, что хайпануть настолько никто не хотел, и хайп вышел из-под контроля. Но что же теперь с этим, собственно, всем делать? Мне, если честно, вот на данный момент очень жалко Настю. Правда. Ну, потому что от нее в один момент отвернулись абсолютно все. Все так называемые вот эти вот друзья-коллеги, которые хайповать так вместе, расхлюбывать так сразу. Ой, да зашел я на пять минут, да я вообще не хотела туда идти. Это все по работе. Меня, знаете, очень часто спрашивают, Катя, ну почему ты ни с кем вот не общаешься, из блогеров там, на вечеринки не ходишь? Да потому что вот, вот оно, лицемерие. Понимаете? Лицемерие во всей этой тусовке, которая сейчас отличным образом проявилась. Что еще я вижу? Сейчас я вижу просто жесточайший хейт в сети. Я считаю, что каждый имеет шанс на прощение, каждый имеет шанс на исправление. Давайте вспомним пример, может быть, не самый лучший, но все же с Региной Тодоренко. Может быть, сейчас он не самый корректный, но в итоге Регина изменилась, продолжает работать. Сняла социальный ролик. И у Насти тоже есть большой медийный ресурс, где она может показать себя с позитивной стороны, сделать какие-то хорошие проекты. Если бы у меня спросили премьеры, что касается последствий того, что, собственно, произошло. И лично мое мнение, что самый гуманный и правильный вариант это действительно лишение медийности и проектов. Но не навсегда. Временно. Чтобы лидеры мнений взяли курс на более какую-то полезную повестку и деятельность. Но в то же самое время, как Настя и сама сказала, в ее проектах давно не было жизни. Она не понимает, кто Настя Ивлеева настоящая. Теперь время себя показать. Ну а я, например, как зритель, готова принимать новые инициативы. И последний вывод, наверное, супер короткий, который может не понравиться многим. Лично я поняла, что я бы просто не хотела такие вечеринки видеть в своих новостях. Вот так коротко и емко. Я не хочу такое видеть. А вы? Мне будет очень интересно, конечно же, узнать ваше мнение в комментариях. Ну что ж, друзья, спасибо за то, что поинтересовались моим мнением, проявили внимание и доверие. Надеюсь, мой ответ был достаточно емким. И желаю, чтобы следующий год начался более позитивно и был богат на достойные события и лица. Ну а я с вами прощаюсь. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я вас всех люблю. Целую. Увидимся в следующем году. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.